Всем привет! Меня зовут Иван. Сегодня я вам расскажу о глобальном кризисе человечества. Мы поговорим о проблеме перенаселения, как корни всех наших проблем. Затем затронем проблему недостатка пищевых ресурсов, недостатка энергетических ресурсов и также поговорим о том, где мы делаем хуже, а где мы делаем только лучше. Значит, перейдем сразу к перенаселению. Мы все знаем, что у нас на земле более семи миллиардов человек с 2012 года. На самом деле эта цифра очень большая, мы можем убедиться, глядя на изменение численности населения Земли. Цифры примерные, не обращайте внимания. Три тысячи лет назад не делали переписи населения. Соответственно, мы видим, что на протяжении большей части истории человечества нас было значительно меньше. Почему так происходит? Давайте разберемся с этим. В этом страшном непонятном графике заложен корень всех проблем человечества, но мы сейчас с ним разберемся. Верхняя линия — это рождаемость, нижняя — смертность. Это условная временная шкала, то есть она не занимает какое-то количество времени, она просто здесь есть. Вся эта вещь называется демографическим переходом. В чем фишка? На первой фазе демографического перехода мы наблюдаем примитивное общество, в котором очень высокая рождаемость и очень высокая смертность, по большей части детская. Значит, в семьях рождается 10-12 детей, из них доживает, ну, 6 или 3 человека. И плюс этих детей, соответственно, делают для того, чтобы они содержали своих родителей отчасти. Затем цивилизация, понятное дело, развивается. Развивается будь то страна, будь то какая-то популяция людей. И в цивилизацию приходит такая классная вещь, как медицина. И страна переходит во вторую фазу и считается уже развивающейся. Происходит резкое падение смертности, именно детской. И, соответственно, из этих 10-12 детей, которые родились, все выживают. Население страны за буквально несколько десятков лет увеличивается в несколько раз. И заканчивается это ровно тогда, когда мы переходим в третью фазу. Она выделяется тем, что происходит ряд социально-культурных изменений. Женщинам позволяют вообще получать образование и работать наравне с мужчинами. Круто, да, цивилизация. Помимо этого, происходят такие социальные гарантии, как пенсия. И уже людям не надо думать, что им надо обязательно сделать ребенка, чтобы его содержали в старости. Помимо прочего, происходит переход от количества детей к их качеству, что тоже затрагивает ряд вещей. И страна считается развитой, когда она переходит вот в четвертую фазу демографического перехода, когда рождаемость низкая, 1-2 ребенка на семью, и низкая смертность, по большей части, за счет взрослых людей. Значит, мы понимаем, что население земли растет за счет развивающихся стран и население земли растет за счет не роста рождаемости, а падения смертности. Скольких людей мы в таком случае можем покормить? Таким вопросом задался еще 200 лет назад английский экономист Томас Мальтус. Население земли на этот момент было в районе одного миллиарда человек. Томас Мальтус об этом прекрасно знал, он был образованный человек, он сел, подсчитал, сколько же людей мы можем покормить. И он получил цифру в один миллиард человек. Понятное дело, ребята, у нас действительно проблем. Да, действительно, на тот момент это была небольшая паника. К счастью, Мальтус не учел того, что наступит с нами индустриализация, развитие биотехнологий, развитие селекции. На данный момент мы можем прокормить 11 миллиардов человек. Тем не менее, мы все слышали о том, что люди голодают. Полноценного рациона не получает 1 миллиард человек, а от 3 до 6 ежегодно миллионов человек от голода погибают. Смерть однозначно не из лучших, она болезненная. Почему так происходит? Проблема в неверном распределении ресурсов. И это касается не только пищевых ресурсов, вообще всех ресурсов в мире. К примеру, в США большая часть пищевых культур уходит на корм скоту и в то же время мы слушали о том, что, допустим, кукуруза уходит на топливо. И даже с этим фактом среднестатистический американец потребляет столько же энергетических и пищевых в особенности ресурсов, сколько это делают 33 кинейца. Как минимум несправедливо. Как мы можем эту проблему решить? Давайте подумаем. Давайте в таком случае отправлять пищу голодающим странам, да? Люди пытались так делать, и эта технология получила название крайне печальной теоремы. В чем она заключается? Как только мы отправляем избыток дешевых ресурсов в какую-либо страну и бесплатным раздаем людям, мы напрочь убиваем местного производителя. Просто под корень. В краткосрочной перспективе мы решаем проблему, да? Люди получают еду из гуманитарной помощи. А в долгосрочной перспективе мы делаем намного хуже. На замену этому пришла так называемая адекватная технология. Она заключается в том, что мы делаем инвестиции в страны, которым чего-то недостает, да? Используя местные дешевые ресурсы, используя местную дешевую рабочую силу. В краткосрочной перспективе это практически не дает результатов. В долгосрочной это значительно лучше. На самом деле проблема голода не такая уж и серьезная, если учесть тот факт, что ежегодно количество смертей от голода снижается. То есть на самом деле плавно мы эту проблему решаем. Окей, значит с пищевыми ресурсами разобрались. Что насчет энергетических? Человечество создало техносферу. Техносфера это все начиная от мобильного телефона, заканчивая металлургийным заводом. Техносфера потребляет огромное количество энергии. Большую часть этой энергии мы берем из невозобновляемых источников. Нефть, газ, уголь и так далее. Невозобновляемые, значит скоро закончится. Когда закончится? Разные исследователи называют разные цифры. Это от 50 до 200 лет. Мы не можем опираться на эти цифры, они слишком смазаны. Тем не менее, есть один факт, сухой, перед которым мы не можем устоять, не знаю. Суть в том, что мы находимся на пике добычи нефти на данный момент. Пик добычи, это звучит круто, но на самом деле это означает то, что в скором времени нефти будет добываться меньше. Это будет менее рационально, менее прибыльно. Это означает то, что в скором времени борьба за эти ресурсы усилится. Мы прекрасно знаем, что, к примеру, большинство военных конфликтов в наше время ведется именно за энергетические ресурсы. Соответственно, в скором времени, если эту проблему не решать, кто-то будет сидеть без света. У нас есть возобновляемые источники энергии. За счет них мы можем получить от 10 до 13 тераватт. Это очень много. Этого, в принципе, должно нам всем хватить. Но разработали из этих 10-13 тераватт мы только, ну дай бог, если 4. В чем суть? Мы можем, по мнению некоторых исследователей, попросту не успеть заменить возобновляемыми ресурсами невозобновляемые. Даже если учесть тот факт, что Китай ставит атомные электростанции, да, как один из известных человек лавочки. Просто, да. В принципе, есть и хорошие новости. Помимо известных нам теплоэлектростанций, там, атомных и прочее. Как мы уже прослушали целую лекцию, есть целый ряд альтернатив. И, по сути, будем надеяться на то, что эта проблема смажется, и мы будем, на самом деле, использовать еще какие-то источники энергии. Окей. Значит, с топливом плюс-минус разобрались, да? Я вам пообещал рассказать, где мы делаем хуже, а где мы делаем лучше. Так вот, с точки зрения экологов и биологов, проблема загрязнения окружающей среды — это, ну, не первая причина, это лишь симптом болезни под названием цивилизация. Мы в этом, в принципе, только делаем хуже самим себе. По поводу загрязнения окружающей среды. Мы выбрасываем в окружающую среду, выливаем буквально в воду, выбрасываем воздух, загрязняем почву. Мы отправляем в окружающую среду ксенобиотики. Что такое ксенобиотики? Это вещества, с которыми живой организм ничего не может сделать. То есть вот он видит молекулу, да, и вот его физиологические цепи такие, что мне с тобой делать. И, соответственно, мы имеем с этим серьезную проблему. К примеру, DDT — инсектицид, которым сто лет, прошу прощения, не сто лет назад, просто в прошлом веке, да, ну, как бы сто лет назад, травили насекомых. Вот этот инсектицид DDT, он до сих пор содержится в жировых тканях высших консументов. То есть это мы с вами, это какие-нибудь там пингвины в Заполярье, вот там у них есть DDT, и он передается с материнским молоком, однозначно нас отравляя. Соответственно, это большая проблема, не будем забывать также о морях пластмассы в Мировом океане, да, но, к счастью, за последний год у нас появилось решение этой проблемы. Что мы можем с этим сделать? Были найдены несколько штаммов бактерий, которые разлагают пластик, используя его как пищевой субстрат для себя. Конечно, пока мы их ведем в культуру, пока мы будем их как-то адекватно, дешево производить, пока мы их будем выбрасывать в окружающую среду, еще смотреть, чтобы они там не наделали делов, да, пойдет много времени. Но суть того, что у нас уже есть несколько штаммов, которые расщепляют вот один вид пластика. Это, ну, на самом деле, круто. И я искренне надеюсь на то, что в скромном времени будут разработаны виды бактерий, которые расщепляют и другие вещества, чуть более интересные. Окей, помимо прочего, все мы слышали о глобальном потеплении. Дело в том, что по поводу глобального потепления люди в научном обществе вообще не любят даже говорить. Почему? Потому что мы не можем до сих пор с точной уверенностью сказать, что глобальное потепление и повышение концентрации СО2 в атмосфере связано вообще с нашей деятельностью. Суть в том, что мы наблюдаем глобальное потепление на Марсе. Нас там пока еще нет. И один факт мы точно не можем отрицать это то, что мы добавляем к глобальному потеплению. На этом-то и все. Но, тем не менее, этот процесс делает целый ряд плохих вещей с нашими экосистемами. Суть в том, что мы живем на определенной экосистеме, мы выращиваем определенные культуры в них. И из-за глобального потепления, по некоторым оценкам, мы можем потерять часть земель и даже их сместить на менее плодородные почвы. А что это означает? Это означает то, что цифра в 11 миллиардов человек, она может уменьшиться. Что как бы на самом деле печально. При этом не будем забывать, что на самом деле планеты, на которой мы живем, мы берем от нее достаточно много. Человечество, вообще как факт, Homo sapiens, потребляет 1% чистой продукции биосферы. То есть все, что производится на нашей планете органического, 1% из этого мы едим. А остальные 5% — наш скот. Один вид своей деятельностью затрагивает 6% всей продукции биосферы. Ну, к примеру, одних насекомых более миллиона видов. Плюс к этому мы добавляем к сокращению наших экосистем вырубку лесов и, в принципе, целый ряд вещей, из-за которых запустился целый каскад различных процессов, из-за которых мы ежегодно теряем от нескольких десятков до нескольких сотен, в зависимости от того, какие мы существа берем. Мы теряем несколько сотен видов живых организмов. Мы наблюдаем одно из глобальных вымираний. Наша планета уже неоднократно их видела, неоднократно справлялась, с планетой все будет хорошо, а вот с нами, наверное, не очень. Потому что, если мы разрушим экосистему, в которой мы живем, по каскаду реакций, то на самом деле, ну, попробуйте выжить в пустыне. Не круто. Окей. Но, к счастью, помимо того, что мы опускаем цифру в 11 миллиардов человек, мы еще и повышаем. Чем же? Мы учимся чуть рациональнее использовать земли, на которых мы выращиваем наши сельскохозяйственные культуры и на которых мы поставим наш скот. Мы разрабатываем целый ряд адекватных минеральных, органических удобрений, бактериальных удобрений. Наши культуры, которые мы выращиваем, становятся гораздо более продуктивными. Ну, вот, к примеру, вот так выглядел арбуз несколько сотен лет назад. Ну, здесь, к примеру, груша, и вот он выглядит как гранат, да, примерно по размеру. Ну, скажем, груша тогда была еще меньше. А вот так выглядит сейчас арбуз. И подобные примеры, их можно просто пересчитать по поводу каждой культуры. Мы из маленьких каких-то непонятных сорнячков делаем огромное колосье, которое мы едим, и это абсолютно адекватно, и мы меньше насилуем даже таким образом нашу землю, на которой мы выращиваем что-либо. То есть это очень круто. Генетика и селекция – это замечательные вещи, и за счет этого мы в цифру 11 миллиардов человек оттягиваем ввысь. И, тем не менее, нам надо постараться и оттянуть ее еще чуть выше, потому что по различным оценкам развивающиеся страны еще будут добавлять человек в нашу планету. И население, рост населения Земли на отметке в 10-11 миллиардов человек не остановится. Он будет идти выше. Причем, насколько он будет идти выше, до сих пор до конца непонятно. Оценки также примерные, поэтому я, к сожалению, не могу вам их сказать. По поводу уменьшения населения Земли я вам забыл сказать. Есть различные методики. На самом деле их применялось всего адекватных ровно две, и одна из них оказалась все равно неадекватной. В Китае была абсолютно адекватная политика – одна семья, один ребенок. И она отлично работала. В принципе, население Китая перестало так уж интенсивно расти. А вот в Индии была, на первый взгляд, адекватная, а второй взгляд – абсолютно нет. Технология заключалась в том, что мужчины сильно стерилизовали. Соответственно, стерилизованный мужчина – злой мужчина. Закончилось все некоторыми возмущениями вплоть до ведения внутренних войск. Так что так делать, наверное, не стоит. И в то же время не следует нам отказываться от дета рождения, потому что за счет нас население Земли уж точно не растет. Украина находится на втором месте с конца по росту населения. Мы потеряли 10 миллионов человек за последние 20 лет, и то, скажем, переписи сейчас адекватно вестись не могут. Что может сделать каждый из нас? Не ронять кубики, прежде всего. На самом деле каждый из нас может сделать достаточно многое. Прежде всего мы разобрались с тем, что многие проблемы не такие уж и проблемы, а в то же время у нас есть целый ряд других вещей, по поводу которых нам надо переживать. Осведомлен – значит вооружен. Но прежде всего вы можете, как я, рассказать это кому-то другому. Это уже будет круто. Затем мы можем в своей дальнейшей деятельности, каждый из нас имеет определенный свой круг ответственности, принимать решения, которые, скажем, будут исходить из выбора между альтруизмом и эгоизмом, выбором, выборе между что будет завтра и что будет сегодня. То есть завтра, возможно, мои дети будут жить на адекватной планете или сегодня я поеду на 21-й Волге вместо метро. На самом деле такие решения могут подняться очень высоко, потому что каждый из нас имеет определенный уровень ответственности, скажем, вплоть до того, что здесь где-нибудь, я не знаю, сидит человек, начальник цеха, ему там надо план ежегодный выполнять, а он говорит, давайте мы сегодня будем использовать не бензин, а биотопливо. Он будет молодец на самом деле. Плюс есть целый ряд волонтерских организаций. Да, мы сегодня уже упоминали Just Do It, нет? Прошу прощения. Да, Just Do It. Количество волонтерских организаций просто огромное. И если у вас есть хоть минутка свободного времени, займитесь ими. Потому что на самом деле хуже вы себе не сделаете, и я вам скажу, что тусовка обычно на таких местах реально классная, там весело, как минимум. Да, займитесь этим, серьезно. И самое главное, что все мы прекрасно должны понимать и ежедневно думать и действовать, исходя из следующих вещей. Нам надо беречь себя, нам следует беречь окружающих, и нам следует беречь наш дом, планета, на которой мы находимся. Ну и что, на Марс мы еще проедем не скоро. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ А как вы считаете, мы сейчас находимся в самой худшей части загрязнения? Или более лучшей? Или вообще посередине? Сочеловечество. Смотри, как смотреть. Смотри, как смотреть. Если смотреть на протяжении всей истории человечества, то, ну да, скажем, пять тысяч лет назад у нас не было ДДТ в жировой ткани, поэтому да, мы находимся в худшем положении. Если смотреть как-то географически, то в Украине все не так уж и плохо, даже еще раз не с чернобыли. На самом деле у нас еще хорошо, скажем, с состоянием окружающей среды. Я не знаю, однозначно будет даже хуже и будет хуже еще продолжительный срок, пока мы это не начнем исправлять адекватно. Я не считаю это особенной проблемой, потому что мы уже занялись этим. Если бы мы этим не занимались, тогда да, можно было бы поднимать панику из разряда, вот мы сейчас все отравимся, и будет врождение наций. А так этого, видимо, не произойдет. Спасибо за лекцию. У меня во время вашей лекции появилось два вопроса. Во-первых, какая вероятность того, что из-за нефти или газа ядерные державы начнут стрелять друг в друга ядерным оружием, чтобы захватить последние части нефти? И второй вопрос. Неужели мы скоро можем над слалками просто распылять какие-то бактерии, которые будут просто поедать мусор? По поводу бактерий ответ «да». По поводу ядерной войны суть в том, что накопление ядерных вот этих вот всех мощностей привело к тому, что, скажем, еще в конце прошлого века была выведена модель ядерной зимы, и она абсолютно прекрасно работает. Суть в том, что если мы весь этот ядерный потенциал вдруг бахнем, то мы не перераспределим ресурсы, а просто уничтожим, по крайней мере, себя. Планета-то, возможно, еще восстановится. Это, на самом деле, небольшая проблема. Там буквально несколько тысяч лет, и бактерии начнутся заново. А так, к сожалению, никто не будет использовать ядерного вооружения, потому что, на самом деле, это означает конец для нас всех. Можно уточняющий вопрос? А разве можно их просто так распылять над свалками? Я это представляла себе несколько иначе, потому что если эти бактерии просто бросить в окружающую среду, то они начнут, ну, как бы заселять весь тот пластик, который нам, в общем-то, нужен. То есть, вот ты прям так это видишь, что вот просто берут и распыляют? Нет, это, на самом деле, очень серьезная проблема, поэтому я говорю про длительную доработку. Прежде всего, конечно же, будут исправляться те вещи, которые мы уже выбросили в океан. Есть квадратные километры, занятые территорией исключительно пластиком, да, и уничтожены, соответственно, там и какие-то экосистемы. Сначала проблема будет исправляться там. Потом, да, действительно, есть вариант, при котором мы будем иметь наш долговечный пластик, и, ну, скажем, он будет так же недолговечен, как очень плохая сталь. Он будет как будто бы ржавей, но на деле его будут есть бактерии. То есть, мы будем иметь нечто, что является пищевым субстратом, и, ну, скажем, пластик будет храниться так же, как и хлеб. Его в скором времени будут просто поедать. Это большая проблема, и что с ней делать, вот пока люди думают. В будущем, да, действительно, если этого решения проблемы будет, я считаю, что действительно будут распыляться над определенными вот этими вот свалками бактерии. Как мы будем защищаться от них в то же время непонятно. Спасибо за прекрасную лекцию. Вот такой вот вопрос как раз по этому слайду. Прекрасно, что он тут остался. Если мы посмотрим, вот вы сказали, как вы хорошо уходите от вопроса. В общем, вы сказали, что модифицирование сортов, культур, хороший арбуз такой, где много вот этой вот нужной нам вещи, мякоти, облегчает нагрузку на почву. А вы не задумывались, что, ну, вы как сказали, что это хорошо? Нет? Ну хорошо. Я сейчас объясню. Хорошо. Так вот, что для наработки этих всех полезных нам веществ, он будет, наоборот, давать большую нагрузку на почву, чем вот тот не очень полезный нам арбуз. Да, я, возможно, действительно неверно выразился. Я имел в виду то, что мы меняем растение таким образом, что они дают меньшую нагрузку на почву, как факт. То есть, если мы возьмем, допустим, сорт растения, которое дает огромный арбуз, и возьмем второй аналогичный, да, и второй мы изменим таким образом, что он будет давать меньшую нагрузку на почву. Это будет действительно так. Допустим, за счет уменьшения, там, вегетативной части растения или еще за счет чего-то, да. Вот как-то так. То есть, мы действительно одновременно и повышаем нагрузку на почву, да, но при этом мы делаем это по принципу какого-то на меньшего сопротивления. Спасибо большое за лекцию. Уже звучал похожий вопрос. Надеюсь, вы меня поймете. Если смотреть реалистично на вещи, которые сейчас происходят в мире, человечество по, скажем так, истечении нефтевого ресурса до минимума скорее начнет войну со странами, в которых она еще осталась, либо начнет глобальный развитие альтернативных источников энергии. Вот если прямо реалистично смотреть на эту вещь. Вы знаете, я не могу сказать даже, что многие исследователи могут на эти вещи смотреть реалистично, потому что это все равно что гадать наперед. Я уж тем более не могу гадать. Суть в том, что, допустим, Томас Мальтус сказал, что вот у нас есть миллиард человек, мы только их и можем прокомнить, давайте перестать, давайте мы перестанем размножаться. А через 50 лет наступила индустриализация. Мы не можем ничего предполагать. Скажем, война за ресурсы и вообще их перераспределение только изменит порядок стран, у которых ресурсы эти закончатся, а они-то закончатся все равно на всем земном шарике. Это неадекватно. Я думаю, что скорее будет переход к возобновляемым ресурсам, но я... Ну, кто я, да? Поэтому... Это мое мнение. Оно не столь уж и много значит. А я опять немного вклинюсь. Мне кажется, вот вы не упомянули еще такую проблему, как проблему гуманитарную, что ли, проблему взаимодействия между людьми и между странами. То есть, на самом деле, грубо говоря, если все договорятся, то не будет войны, потому что, в принципе, над альтернативными источниками энергии уже работают. И по факту, вот то, о чем говорил Ваня, что мы можем прокормить гораздо больше людей, чем мы кормим сейчас. И проблема как раз-таки в том, как перераспределяются ресурсы, то есть в том, как между собой общаются люди. То есть это вопрос не к ученым, а это вопрос скорее, ну не знаю, к политикам, гражданским активистам и вообще каждому человеку лично. Да, большое спасибо за вашу лекцию. Такой вопрос. Смотрите, у нас есть мировой океан с определенным комплексом своих ресурсов. Как известно, часть мирового океана остается до сих пор изведена не до конца. Возможно ли то, что в будущем при помощи этих ресурсов мы сможем как-то отдалить эту проблему, даже или частично решить ее? Что вы думаете по этому поводу? Какие ресурсы? Полезные ископаемые, нефть, газ. Скажем, разработка нефти в океане производится. Я не могу сказать, что мы откроем что-то прям совсем неизведанное. Скажем, никаких новых особенных мы там ископаемых скорее всего не найдем. Скажем, я не могу заглянуть в неизведанные пучины океана, поэтому давайте не будем гадать. Но вот по поводу нефти, да, есть методики, по которым в мировом океане разрабатываются месторождения, и проблема закрывается. Вот вы упомянули демографический переход. Он же происходит по всему миру, и в том числе и в развитых он закончился уже. Сейчас он идет в развивающихся странах. Чему же это приводит к тому, что у нас все больше и больше людей, которые вышли из трудоспособного возраста, и все меньше и меньше тех, кто может работать. Не считаете ли вы, что главный дефицит будущего – это дефицит молодых рабочих рук, ну и голов тоже, которые будут кормить вот тех, которые уже свое отработали? То есть, как бы, вот эта проблема. О подобной проблеме я читал буквально на них статью об Украине, о том, что в 2035-м, да, у нас там останется всего нищего молодежи, и вот этой вот молодежи придется кормить такое же количество стариков и детей. Действительно, эта проблема серьезная для стран уже развитых, особенно, если она стоит для Украины, и, скажем, суть в том, что эта проблема в Украине связана с очень высоким потоком эмиграции и с низкой рождаемостью. Поэтому для нас, да, эта проблема актуальна, давайте плодиться. Для США или других стран развитого мира эта проблема не существует в принципе, по крайней мере, на данный момент. Для развитых стран эта проблема, понятное дело, не будет иметь места. А вот в Украине, да, ребят, делайте, делайте. Вот это соотношение между молодежью и пожилыми людьми, оно меняется во всем мире. Значит, сначала оно перестанет, чтобы европейских и японских стариков ухаживать и кормить их, работе рук из Индии и арабских стран, а потом и африканцев не станет. Я предполагаю, что вы говорите вот о последней фазе демографического перехода, когда вот эта вот волна, она, да, заканчивается, замыкается. По всей видимости, этого не происходит. Население страны остается на одном уровне. То есть это как-то компенсируется рождаемостью. Не знаю, я не могу сказать, что я с вами согласен, но давайте будем смотреть. Давайте подождем пару десятков лет, да? Да. А я надеюсь, что мы будем кормиться за счет роботов, а не за счет африканцев. Спасибо огромное за лекцию. Панеч, скажите, пожалуйста, нужно ли на ваш взгляд все же регулировать численность населения? И если да, то какие способы кажутся вам наиболее рациональными? Хороший вопрос. Смотрите, я предложил два варианта, которые были вообще как факт введены. Скажем, в Китае, и трудность повторения вот этой политики заключается в том, что в Китае достаточно тоталитарный устрой государства, да, и есть жесткий контроль над тем, сколько детей в семье. Если мы берем каких-то ребят из африканских стран, у которых нет какого-то механизма наблюдения за ребятами, но у них уже есть антибиотики, они активно впадятся. Мы не можем регулировать количество детей в семье, потому что полиции нет, антибиотики есть. Поэтому это достаточно тяжело, но вот это единственное решение этой проблемы. Я считаю, что да, нужно регулировать, потому что на самом деле вариант один ребенок на одну семью никого особенно не обижает. Но если бы у вас был ребенок, вы бы поняли, что второй, наверное, не очень классный. Иван, я с тобой немножко не соглашусь. Есть один такой, я правда не уверена, что он именно ученый, но, по-моему, Рауслинг фамилия. И он популяризирует через ТЭП, через свои лекции. В общем-то, проблему, рассказываю про проблемы гемографии, и эту проблему то, что в разных странах рождается больше детей, и вот как же регулировать рождаемость, и все такое. И в своих исследованиях он показывает, что как только у нас растет уровень благосостояния, количество детей уменьшается. Поэтому самый лучший способ бороться с не слишком большой рождаемостью в бедных странах, это просто делать их меньше, более богатыми. И если человек будет способен прокормить себя, ну, не голодать, потому что там рождаемость, в бедных странах нужно много детей. Во-первых, не все выживают, во-вторых, это дешевая рабочая сила. У тебя есть поле, у тебя шесть детей, они работают. Когда ты живешь в городе, ходишь в супермаркет, тебе надо еще подумать, как этих шести детей прокормить. Поэтому чем лучше будет уровень жизни, тем меньше будет детей. И это прослеживается на всей истории той, которую он исследует, в принципе, начиная с огражденных обществ и заканчивая развитыми странами. Поэтому это мое замечание. Нет, совершенно верно. Чем мы цивилизованнее, тем мы быстрее проходим через демографический переход. Все верно. Спасибо большое за лекцию. Раньше существовал еще один фактор, неплохо регулирующий численность населения, это глобальная эпидемия. Что сейчас с этим, как вы можете ответить? Сейчас сыры антибиотиков, противовирусных препаратов. Если вы предлагаете, чтобы, скажем, миллионы людей умирали мучительной смертью от болезни, и, скажем, в каком-то варианте это может быть даже кто-то из ваших знакомых, ну, эпидемия, она не выбирает, то да, пожалуйста, я считаю, что это несколько негуманно, и гораздо лучше все-таки нам жить счастливой жизнью, и лучше немножко поднапрячься и как-то исправить проблемы, которые вызваны перенаселением, а остальное... Нет, я, конечно, не обрету доверие, нам расход пройдет, иди, иди. Но протест у вас какой-то был странный. Одним из неупомянутых таких очень больших кризисов человечества, в частности в развитых странах, который произойдет в ближайшие 15 лет, это проблема перехода в постиндустриальное общество. Там в ближайшие 10 лет может оказаться, что в развитых странах 60% людей окажутся безработными, потому что все будут делать робот. А что вы можете сказать по этому поводу? Чем занять людей, и как решить проблему кризиса? Вот. Можешь поинтересоваться, что Стивен Хокинг по этому поводу сказал? Слушай, если у тебя есть правильный ответ, давай, может, лучше ты? Я не знаю. Значит, по поводу постиндустриального общества я, к сожалению, не могу сказать ничего, потому что я, если я обнаружил эту проблему у каких-то исследователей, она задевалась вскользь и не считалась нечто летально важным. Да, это будет достаточно серьезная экономическая проблема, если она будет иметь место. Как ее будет решать, наверное, сказал Стивен Хокинг, а вот у нас люди тут слышали, что говорит Стивен Хокинг, и сейчас он расскажет. На самом деле Стивену Хокингу в Reddit задали такой вопрос, что вот вы там пропагандируете индустриализацию, а как же вот роботы, они же отберут все наши рабочие места, это же будет такой кризис. А Хокинг ответил, что на самом деле, да, возможно, два сценария. Или роботы будут делать всю грязную работу, а люди будут в равной степени, ну, как бы, наслаждаться плодами этой работы, или же те люди, которые владеют этими технологиями, владеют роботами, будут оживаться, остальные будут прозябать, ну, как в антиутопиях каких-нибудь классических. И вот, к сожалению, говорит Стивен Хокинг, пока что мы идем по второму пессимистическому пути. Таким образом, Стивен Хокинг считает главным бичом капитализм, собственно, нерациональное перерасплении ресурсов, а не как таковое, там, засилье роботов. То есть роботы — это классно, а плохо — это люди. Еще вопросы? Скажите, пожалуйста, есть ли какой-то сайт с перечнем волонтерских организаций, которые есть с файками? Потому что я знаю, что вот подруга моя искала, и на самом деле не так уж легко, в общем-то, найти, как применить себя. И это действительно не очень легко. Я не могу сказать, что я где-то видел список конкретных ссылок. Скажем, это все можно порасспрашивать у людей конкретно лично. Лично я вам могу, да, как найти, где найти, какие вообще существуют. Есть уже вышеназванные организации, да, которые, на самом деле, занимаются интересными вещами, там, начинают уборки мусора, заканчивая спорами с начальством. Есть, не знаю, очень мелкие организации, не обижайся, пожалуйста, по спасению рукокрылых. Они не мелкие, они очень классные, просто они занимают локальное положение. Я тоже оттуда, я и пишу себе. Я не знаю. И так далее, и так далее. Я не могу сказать, что есть отдельный перечень, и еще, не знаю, по этому поводу. Сказать вот особенности про углекислый газ. Все считают, что он чрезвычайно сильно влияет на парниковый эффект на земле. Однако, что интересно, главную роль в этом процессе сыграл водяной пар. Что вы можете видеть на таблице, которая представлена на слайде. Спасибо.